Девушки отдыхают Хорошо, что я должен делать? Перелезай через мост, вставай Зачем? Ладно, я знала, что ты откажешься, проехали Да нет, я не отказываюсь Так Спинай ко мне Аааааааа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Погуляй немного Вот хотя бы, например, Вадим Кстати, карточку я тебе пополню Так что можешь развлекаться по полной Папа, жаль... Денег не жалей! Все-все! Игорь! Все, давай, держи! Все! Игорь! Поехали кататься Давай быстрее! Он не начал в нас стрелять! Вадим! Ладно, будь человеком! Папе не говори! Владимир! Владимир! Это что захочешь? Не знаю. Пускать? Пускай. Он же с моей дочерью. Так, видишь? Папуль? Пап, привет. Привет. Обещаю, что ты не будешь злиться. Что ты натворила? Вот прям честно-пречестно. Честно-пречестно. Сейчас. Игорь, сюда. Пап, это Игорь. Он мой муж. Пап, сейчас. Папуль. Папуль, ну прости, пожалуйста. Ну прости. Ну сбежать под Венецию, это очень-очень романтично. Пап, ну вот эти все гости, банкеты, наряд, ну это ж так скучно. Пап, знаешь что? Ну ты сам виноват. Если бы я тебе сказала раньше, ты бы не согласился. Не согласился точно. Не согласился бы. Пап, ну Папуль, Папуль, Папуль. Пап, я счастлива. Ну хорошо. И поздравляю тебя. Спасибо. Так, мы пойдем посмотрим дом, а потом поедем в любимый. Как ты это допустил? Игорь Иванович, я… Куда ты смотрел? Ладно. Я придумаю, как избавиться от этого жулика. Сразу видно, что это за фрукт. Ему не Алена моя нужна, а деньги мои нужны. Познакомились в университете? Она у него лаборанткой работала. Ошибки быть не может? Ребенок точно от него? Ну, генетическую экспертизу я не проводил, но у соседей сомнений нет. У ближайшей подруги, у секретарши на кафедре тоже. Все документы в деле. Нет сомнений. Ты детектив или где? Речь идет о моей дочери. Хорошо. Экспертиза будет через пару дней. Не в этом дело. Как этот Гаврил вообще оказался в Москве? Зачислен целевую аспирантуру по квоте области. Вся переписка по этому вопросу в деле. Зря он это. Зря. 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 Блин, бедняжка, кто же у тебя так? Слезно. Прости. Так, тебе в больницу надо. Вот вы где. Папа, Игорь, я извиняюсь. А, Игорь, в воскресенье еду на рыбалку, поедешь со мной. Договорились? Договорились. Папа никогда никого не берет с собой на рыбалку, он всегда рыбачит один. А тебя он позвал, значит, ты ему понравился. Поезжай, хорошо? Котенок, слышишь, поезжай. Ну, сначала в больницу. Доброе утро, коллеги. Доброе. Сегодня утром на дне озера было найдено тело известного и очень состоятельного человека Григория Эдмундовича Потапова. Убийство? Думаю, да. В общем, мне нужно полное досье на Потаповой и быстро. Сделаем. Ведите труп в наш морг. Путь сделан. Лейтенант Синельникова, СО. Капитан Быковский. Рассказывайте, что произошло? В 20.30 мы прибыли сюда вчера. Григорий Эдмундович сразу пошел рыбачить с лодки, проплыл метров 200 вдоль правого берега. Я остался на берегу, разводил костер для ухи. Чуть позже появился оттуда Игорь. А Игорь это кто? Игорь, это муж дочери Григория Эдмундовича, Алены. Григорий Эдмундович подплыл к берегу, они о чем-то с Игорем поговорили. Потом Игорь сел в лодку и больше Григория Эдмундовича живым я не видел. А Игоря? Игоря тоже не видел. В 4.30 я взял водный мотоцикл и пошел их искать. А почему так долго не отправлялись на поиски? Причал был закрыт. Пока нашел сторожа исключения. Короче, я обнаружил лодку, перевернутую на середине озера. Вызвал спасателей, они подняли тело. А вы уверены, что это был именно Игорь? Так точно. Я видел издалека, но походка, манер размахивать руку, это точно. Вам придется проехать к Насау. Хорошо. Доброе утро, Михаил Игорь Иванович. И вам доброе утро, Андрей Владимирович. Причина смерти господина Потапова – черепно-мозговая травма. Смерть наступила до утопления в ране частицы древесины. Что послужило орудием убийства? По расположению волокон водоотталкивающей пропитки, а также наличии водных микроорганизмов в древесине, извлеченной из раны на голове Потапова. Можно предположить, что орудие убийства – деревянное весло. Полагаю, Потапова ударили веслом по затылку и сбросили тело в воду. Под ногтями трупы микрочастицы – обычные хлопковые ткани с небольшим содержанием синтетики. Возможно, жертва боролась с убийцей. Так, а время смерти? От половины двенадцатого до двенадцати ночи. Спасибо, Михаил Игорь Иванович. Что думаешь? Думаю, если охранник говорит правду, в лодке было двое. Одного нашли водолаза, второй, стало быть, добрался до берега в плавь. Эх, если бы мы могли определить, где он выбрался на берег, это бы сузило круг нашего поиска. Я думаю, что ближайшие видеокамеры что-нибудь зафиксировали. Погоди. Я знаю, как выяснить, где убийца вышел на берег. Мы же знаем место и время, где нашли лодку, а также время смерти жертвы, правильно? Правильно. Если сможем узнать скорость течения, узнаем, где лодка осталась без управления. портативные гидролокаторы. Такие же, как у рыбаков, только немножко дороже. Вообще, они измеряют скорость движения предметов под водой, но если мне удастся его перенастроить, они смогут вычислять собственную скорость движения. в теории, конечно. Жесть! Полин, подай, маячок к тебе укатился. Лови. Спасибо. Семь. Хорошо, и что дальше? Я на другой берег отлавливать маяки, а ты постарайся связать с ними сканер. Платон, слышишь меня? Не работают твои маячки. Дай им шанс, я их только перенастроил. Сейчас они считывают информацию и должны передать ее на компьютер. Подожди, появилась. Отлично. Сможешь составить схему скорости движения внутренней к течению озера. Так, сейчас попробуем. Готово. Основных течений зафиксировано два. Небольшое речное и ветровое круговое. Супер, теперь мы с большой вероятностью можем определить, где убийца спрыгнул с лодки и выбрался на берег. Это очень круто, Платон. Ну что, все выловил? Да вот, как бы... как бы не совсем. Ну, удачи тебе в поисках. А я займусь вышками сотовой связи и камерами ГИБДД. Ну, как вы и велели. Мы собрали полное досье на жертву. Григорий Идмундович Потапов, 58 лет. Один из владельцев холдинга, в состав которого входят также и металлургические комбинаты. Имеет дочь Алену, 19 лет. Студентку университета второго курса. Месяц назад Алена вышла замуж за аспиранта того же самого университета, Игоря Мухина. Кстати, мне сообщили, что в допросную доставили Вадима Краюхина, личного телохранителя Потапова. Хорошо. Держи. Ребят, я проверила вышки сотовой связи, расположенной в районе озера. Вышка сотовой связи зафиксировала только два мобильника. Телохранителя Потапова Вадима Краюхина и самого Потапова. Ясно. Через минуту пришлю записи с камер ГИБДД в районе озера. Хорошо, жду. Синельненького прислала записи камеры. Лови. Есть. А машины Игоря на записях нет. Может, его там действительно не было? Тогда это означает, что Вадим нам врет. Я не мог убить Григория Едмундовича. Вчера вечером напился в баре. Совсем. Потом помню плохо. Подрался с кем-то на улице. Очнулся в обезьяннике, в ментовке. Вадим Краюхин, телохранитель. Тверждает, что вы были с Потаповым на озере в ночь убийства. Он уверенно опознал вас. Вадим влюблен в Алену. Валит все на меня. Вадим. Вадим, он не мог. Он не мог. Он не мог убить папу. Ну, не может знать. Алена, а где вы были в ночь убийства у вашего отца? Алена Потапова во время убийства была дома. Я проверила запись с камер наблюдения в доме Потаповых. А я связался с отделением полиции. Мне подтвердили, что гражданин Мухин Игорь Александрович провел в отделении полиции всю ночь. Паспорт был при нем, ошибки быть не может. Молодец. Ну, я пошла дальше. Я попросила прислать нам оригинал записи камер наблюдения в отделении полиции. Вот, смотри, они прислали диск. Вот здесь на записи видно, как его волокут в обезьянник. А вот здесь, как он выходит из отделения полиции. Надо проверить запись на предмет монтажа. Уже. Запись оригинальная, склейк нет. Железное алиби. Игорь Потапова не убивал. Итак, в каких отношениях Потапов был с зятем? В деловых. А именно? Две недели тому назад, когда Григорий Дмундович первый раз сорбачил с Игорем, они договорились, что Игорь бросит дочь Григория Дмундовича Алену за деньги. Давай откровенно. Мужем Алены ты не останешься. Это как посмотреть. Заткнись! У тебя есть выбор. Или ты возьмешь 3 миллиона рублей и сделаешь так, чтобы Алена сама тебя бросила. Я люблю ее. Переспишь с какой-нибудь девицей и сделаешь так, чтобы она об этом узнала. Или травишь ее в какую-нибудь авантюру, чтобы она наконец-то поняла, что тебе нужны только ее деньги. В общем, на твое усмотрение. Или что? Или тебя встретят в темном переулке и просто убьют. Деньги. Хороший выбор. Пять миллионов. И тогда же после рыбалки он получил два с половиной миллиона. Половина обещанной суммы. А почему вы об этом раньше не сказали? Меня никто не спрашивал. Что-то у нас не складывается с вами. Ну хорошо, а на какой машине Игорь приехал? Вы это видели? Я не видел. Он пришел со стороны трассы. Машину припарковал вне зоны видимости. Вадим, у Игоря железное алиби. Его не могло быть на озере. Он был там. Я его видел. Это правда. Ну что скажешь, Марго? Ненависть при упоминании Игоря. Удивление, что у Игоря есть алиби. Слушай, я изучил личное дело Вадима Краюхина. Служил в ГРУ, опытный боец. А там ведь учат контролировать эмоции. Ты считаешь, Вадим был уверен, что у Игоря нет железного алиби и поэтому убил Потапова и пытается свалить вину на Игоря? Разве это невозможно? Но у Игоря есть алиби и Вадим сильно подставился. Слушай, а может быть он защищает кого-нибудь, а? Дочь Потапова? Да. Информации пока маловато для выводов. Понаблюдай за ним. А потом зайди ко мне. О, ну и духота у тебя. Так, я кажется, вычислил, где убийца выпрыгнул из лодки. Вот в этом квадрате. Здесь топь. Здесь высокий обрывистый берег. Значит, на берег он вышел вот здесь. Молодец, Платон. Что, пойдем проверим? Пойдем проверим. Платон, кажется, я нашла. Так, здесь нет следов по направлению в воду, только от воды. Значит, точно не купальщик. Ну да, место для купания не самое комфортное. Да уж. Молодец, глазастая. Значит, убийца вышел на берег именно здесь. Далеко ему пришлось плыть. Да, видимо, хороший плавец. Сейчас просканирую отпечатки, пусть Васильев посмотрит. Готово. Итак, я обсчитал ширину шага и глубину продавленного песка определенной плотности и вычислил, что наш предполагаемый убийца имеет рост около 185 сантиметров, плюс-минус 5 сантиметров, вес около 90 килограмм и 44-45 размер ноги. Смотри, параметры Вадима. 188, 88 на 45. А Игоря 183, 91, 44. Так, ну поскольку у Игоря Альве, нам подходит параметр Вадима. Ну да, получается, что Вадим, возможно, убийца. Нет, ну а что, вылез человек на берег, оставил следы, а после прикинулся свидетелем. Интересная биография у Вадима. Суворовское училище, грубая боевая операция, боевое ранение. Друга вытащил из-под обстрела. Честный путь солдата. Да. Так, потом отставка и несколько лет ничего. Ну, потерялся солдат в мирной жизни. Так бывает. Потом нашелся. Работа в службе безопасности у Потапова. Повышение, работа личным водителем и телохранителем Потапова. Так, это еще не все. Вадим поступает на заочный юридический, а учебу оплачивает, естественно, Потапов. Угу. И вот год до диплома и убил. Странная история. Слушай, здесь какие-то психологические тесты. Это, видимо, по твоей части. Посмотри, пожалуйста. Давай. Ого. Да у нашего супермена гидрофобия. Вадим не может плавать и вообще боится воды. Такое разве возможно? Возможно у трех процентов населения Земли. Но не в случае Вадима. Свою гидрофобию он заработал в результате сильнейшего шока в ходе одной из спецопераций. Водно, естественно. Верно. Тогда пятеро его сослуживцев погибли. Сам он долгое время провел в госпитале. Видимо, не смог оправиться и был отстранен от службы. Не сумел оправиться? Или захотел слинять со службы? Марго, скажи, а сымитировать эту гидрофобию возможно? Ну, теоретически, да. Внимание! Вадима Краюхина мы отпускаем. Да. Не поняла. Мы его проверим. Просыпайся, сволочь. Подъем! Ты как сюда попал? Ногами. Игорек? Вадим? Вадим, ты что здесь делаешь? Эта тварь твоего отца убила. Я пришел заставить сказать его правду. Угрешь ты все. У меня алиби есть, а ты Алену любишь. Игорек. Молчи! Думаешь, это не видно? Это ты Григорий Дмондовича убил и хочешь меня подставить. Но не повезло, у меня алиби есть. Пусти его! Грохни меня! Уходи отсюда! Уходи! Тебя к стенке надо, тварь! Пошел вон! Посмотри на его ботинки. Синельникова говорила, что видела Игоря в таких. Ну, а лицо все в синяках и кровопотеках. Нет, ну, нет сомнений, это Игорь. Обоснованные сомнения всегда должно быть. Особенно в таком деле. Меня беспокоит мысль, что Игорь очень вовремя оказался в полиции. Очень вовремя. Повезло парню. Человек сам кузнец своего везения. Проверьте все перемещения Игоря за последние несколько дней и Вадима, разумеется. Хорошо. Очень вовремя. Алена, а почему ты позвонила? Почему ты не зашла? Ты уволен. То есть ты поверила этой тваре, а не мне, да? Эта тварь на минуточку мой муж, а ты мне никто. Поехали. Ты должна с ним развестись. Эта хитрая тварь убьет и тебя. Да подожди ты, а! Подожди, я сказал! Я должен быть рядом с тобой. Я сначала не поверила Игорю, когда он сказал, что это ты убил папу, чтобы подставить его и получить меня. А теперь я не знаю, что думать. Поехали! 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 Платон, привезите мне Алену Потапову. Да, это срочно! Утро светит нежным светом. Привет! Я смотрю, трудимся уже? Да, как пчелка, в отличие от некоторых. Я бы сказала, как жужелица. Ну, почему же жужелица? Это мой натуральный цвет. Ну, потому что она жужжит. Ладно, давай, рассказывай, что натрудил. Вот, восстановил перемещение Игоря. Ничего особенного. Универ, дом, клубы. Еще пару раз забегал по месту прописки в комнату в коммуналке. Везде, в одних и тех же ботинках. А забегал зачем? А я знаю. Хорошо, а что по Вадиму? Тоже ничего особенного. Был в командировке с Потаповым, потом все время при нем. Ясно. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Что вам нужно? Нам нужна ваша помощь, Алена Григорьевна. Алена Григорьевна. Алена Григорьевна. Алена Григорьевна. Алена Григорьевна. Алена Григорьевна. Ты куда собрался в таком виде? На охоту. А что? Ты говорил, что ты не убивал моего папу. Это правда? Правда. Докажи. Каким образом? Если сделаешь, что я скажу, тогда поверь. Хорошо. А что я должен сделать? Узнаешь. Поехали? Дай мне минуту. Не слишком жестокая проверка. Ничего. Он солдат. Выдержит. Алена! Зачем мы здесь? Проверить тебя. Хорошо. Что я должен делать? Перелезай через мост и вставай. Зачем? Ладно, я знала, что ты откажешься. Проехали. Да нет, я не отказываюсь. Так, спиной ко мне. Я включу камеру на берегу. Надеюсь, Быковский их установил? Установил. Вот. Вадим действительно тонет. Мышечную судорогу не сыграть. Цианоз губ. Расширенные зрачки. Он в шоковом состоянии. Андрей Иванович, утонет ведь? Если утонет, значит, не виноват. Вы прямо инквизитор какой-то. Васильев, инквизиторы жгли. А у нас ведьм подвергали испытанию водой. Если предполагаемая ведьма тонула, ее оправдывали. Я не понял. Это что значит? Пускай он тонет? Вытаскивайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Падим! 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 Прости! Я вам приходить хотел. Проверить. Это грубо, это грубо получилось. Ты мне давай отпросьте. Я буду просьбить. Прости. Полина. Да? У Игоря на фотографии с Аленой пару месяцев назад совершенно другая прическа. Выясни, когда и почему он сменил имидж. Только не у него. Андрей Владимирович, мы выяснили по исходящим с телефона Игоря, в какую парикмахерскую он записывался на стрижку. Игорь был здесь ровно неделю назад. И попросил подстричь его определенным образом. Глеб. А? Ну, у меня тут фигня какая-то. Чего? Ну, вот посуди сам. После того, как Игоря выпустили из полиции, он только через три часа пришел домой. Вопрос, почему? Где был человек все это время, когда ему до дома ехать 30 минут? Я еще кое-что норал. Перед вторым походом в свою комнату в коммуналке Игоря снялся со счета 50 тысяч рублей. И было это за два дня до убийства. Подожди, а зачем он их снимал? Ему тесь накануне было два с половиной миллиона. Куда она их делала? Так, сейчас посмотрим. Так, вот. Поступление. Две недели назад. Два с половиной миллиона рублей. Две недели назад. Сразу после первой рыбалки Игорь открыл счет в банке и положил туда деньги тестью. Так, коллеги. Мне нужны видеозаписи всех камер в радиусе километра от поста полиции, где в момент убийства находился Игорь. А, в момент? Да, и в радиусе километра от его дома. Сейчас будет. Да, еще выведи схему повреждений на лице Игоря. Так. А теперь найти на записях людей с такими же повреждениями, приблизительно такой же комплекции, как Игорь, и в такой же одежде, время неизвестно. Вы что-то поняли, Андрей Владимирович? Надеюсь, и ты скоро поймешь. Вот есть. Так, покажи чуть раньше, хочу понять, с кем он подрался и когда. Больше ничего нет. Видимо, Драко не попал на камеру. Так. Тогда крути дальше. Следующая запись состоит из записей из пяти камер. Стоп! Дальше. Вот. Игорь с нормальным лицом увозит Игоря с разбитым лицом. Что и требовалось доказать. У Игоря есть брат-близнец? Ага. Из Австралии. Не знал? Это что, сейчас шутка была? Андрей Владимирович, машина, на которую уехали два Игоря, принадлежит Волкову и Ивану Геннадьевичу. И этот Волков прописан в том же доме, в котором комната Игоря. Или они соседи. Так. Отследите перемещение этой машины в ночь смерти Потапова. Не появлялась ли она около озера? Андрей Владимирович, я засек машину Волкова по дороге к озеру в 22.10. И спустя два с половиной часа от озера. К сожалению, лица водителя не видно. Так, а время смерти около полуночи. Это что же получается, Игорь нанял Волкова, чтобы убить Потапова? Пока сам был в полиции. Если все было так, как вы говорите, зачем было Волкову разбивать себе лицо? И самое главное, как бы он прошел мимо Вадима, притворившись Игорем? Ну, он мог одеться, как Игорь. Телохранители видят не только лицо и одежду, но и манеру, жесты, мимику. Нет. Все было совсем не так. Проследи мне путь движения машины Волкова от места, где один Игорь посадил другого, и дальше. Вот это поворот на Ялский тупик. Стоп! Ялский тупик. Тихое, удобное место, речка, пологий берег. Я все понял. Ты что-нибудь понял? Быковский, Синельникова, срочно на выезд. Ялский тупик. И водолазов туда ищите труп, пока не найдете. Паша, найди мне машину Волкова. Андрей Владимирович, я нашла машину Волкова. Она сейчас на стоянке торгового центра неподалеку от Ялского тупика. Хорошо, я тогда свяжусь с ГИБДД и попрошу, чтобы они притащили эту машину к нам на эвакуаторе. Я не знаю, что я сейчас filming. КОНЪЕ ПОЛИЦАИТ Там, ГИБДД... ... ... Это Иван Волков Лицо в застарелых ссадинах и кровоподтёках Костяшки пальцев сбиты Может это он? Разбило лицо Игорю, чтобы Игорь был на него похож? Ну да, потом Игорь убил его По крайней мере одно мы знаем точно Что? Он мёртвый Пойдём Это вы должны будете ему показать Я поняла Второй раз вы нас вручаете Я хочу знать наверняка, кто убил папу Скоро узнаете, немного осталось Алло Сюда уж как на работу ходишь Жена этот раз хотели Да ничего, так бумаги подписать Всего доброго До свидания Прости, но мы должны были убедиться, что ты Потапова не убивал Убийца дай, был до берега, середина озера А ты не умеешь плавать Так что ты не убийца Блин, прямо сейчас ты выезжаешь на задержание вместе с Быковским Поняла Товарищ командир, а можно я с ними? Для меня это очень важно Можно Аленке, мне надо по делам на пару дней уехать Оба Поедем со мной? Нет Почему? Папа Помимо рыбалки Он увлекался фотоохотой Он ставил фотоловушки на животных и птиц Он приманивал их кормом А когда животное подходило поесть Скрытая камера снимала его Так вот, я распечатала фотографии с папины фотоловушек Полина, давай-ка быстрее Много времени Из-за этой аварии потеряли Здесь мы уже можем слышать Сейчас узнают, что там происходит Ты не был в полиции Ты убивал моего отца Он убьет ее Да это какая-то ошибка Эти фото были сделаны в другой день Тихо Получается, напрасно этого попавшего убил А завтра тебя найдут Решатого боли повисилось Не вынесло утраты Не надо сопротивляться Тварь, а! Все, все Все, успокойся, успокойся У меня полно доказательств Ваши признаю хитроумной операции Это какой? А я вам сейчас расскажу Вы договорились соседам по подъезду Волковым По комплекции, кстати, очень похожим на вас Рост, вес Провести ночь в отделении полиции С разбитым лицом И вашим паспортом Интересно, а как вы ему это объяснили? Налево сбегать от жены? За это вы дали ему аванс Пятьдесят тысяч Сделали такую же стрижку Нанесли ему, конечно, синяки И поехали убивать тестя Вы настолько были уверены в своем оливе Что совершили преступление практически на глазах охранника Ничего не докажете Далее Следующим утром вы встретили Волкова В переулке неподалеку от отделения полиции Где ночь провел Волков И отвезли его в Яузский тупик Это ведь там он разбил вам лицо Затем вы убили Волкова Утопили в реке Думали, что мы не найдем А мы нашли Я был в ментовке Все, точка А как насчет покушения в убийстве на вашу жену? Да что вы Мы молодожены Это у нас игры с удушением Игра Получается, напрасный твоего папашу убил А завтра тебя найдут Решат от горя повеселось Дать послушать всю запись? Суки Вы убийцы, я почему-то всегда уверен, что вы самые умные Но это далеко не так Был бы я умным, не попался бы в эти дурацкие фотоловушки Почему дурацкие? Не обижайте нас Техотдел хорошо с работой Старался Уверите Дурацкие Дурацкие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...